На календаре у нас середина октября. Сегодня мы обсудим, что делать на винограднике в это время. Обсудим вопросы, что делать, если ожидаются заморозки. Также поговорим о сроках посадки винограда и сроках обрезки. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, середина октября. В это время на самом деле можно расслабиться, отдыхать и пить чай. Потому что делать что-то еще рано. Пересаживать рано, обрезать рано. Все это делать рано. Смотрите, у меня за спиной часть виноградника. Сейчас сниму камеру, покажу остальную часть. Вот смотрите, наш виноградник. Конечно, кое-где лист стареет, желтеет, краснеет. Но в большинстве своем еще все довольно зеленое. То есть растение еще находится в довольно активной стадии. Лоза. Там, где вызрела, там она вызрела. Там, где она не вызрела, уже сейчас ей какими-то подкормками вы не поможете. Потому что достаточно прохладные температуры и уже растение эту подкормку не возьмет. Поэтому, опять же, ничего делать не нужно. Вот эти перепады на холод, они буквально за пару дней могут очень сильно стимулировать вызревание лозы. Ну, не всегда, конечно, это случается, но такое случиться может. Если, к примеру, у вас на каких-то кустах, ну, со взрослыми в этом сезоне вообще ни у кого проблем не должно быть. Но если на каких-то кустах у вас проблема с вызреванием лозы и вы по прогнозу видите, что идут заморозки, вот в таком случае мы эти лозы укладываем на землю и чем-то сверху прикрываем. Чем? Ну, уже смотрите сами, что у вас есть. Широко с панбондом, другим каким-то укровочным материалом. То есть эти лозы, да, мы прикрываем и защищаем. С нормально вызревшими лозами, если грядет у нас заморозок, ничего делать не нужно. Да, у нас обмерзнет лист. Ну, обмерзнет и обмерзнет. Лоза вызревшая, вызревшая, все нормально. Хорошо было бы, да, чтобы лист еще повисел. Ну, тут, как говорится, не повисит, так не повисит. Ничего страшного. Поэтому, опять же, сейчас трястись из-за прогноза погоды абсолютно нет никакого смысла. То есть критичным это может быть только для тех кустов, где лоза не вызрела, либо плохо вызрела. Что касается посадок, пересадок, особенно пересадок, не надо никуда спешить. Вот если у вас зеленая листва, опять же, не надо растение дергать, даже если она желтая, но не надо его дергать раньше времени. Поймите, что вы ему только вредите. Дождитесь естественного листопада. Если случается заморозок, да, и листва падает, подождите хотя бы неделю, потому что все равно еще идет отток питательных веществ. Дайте растению нормально завершить свой вегетационный период. Не надо вот дергать его, повторю еще раз, раньше времени. Вы все успеете. То же самое касается обрезки. Никуда нам спешить не нужно. Мы ждем естественного листопада. Ждем, когда растение уходит на покой. Вообще, если бы у нас не требовалось виноград укрывать, то обрезать можно ранней весной. Обрезать можно 14 февраля. Но поскольку у нас виноградник укрывной, мы не можем себе позволить все лозы оставлять, укладывать на землю, а потом что-то резать весной. Ну, это маразм, да. Поэтому мы обрезаем осень. Но обрезаем, еще раз повторяю, после естественного листопада. Если вдруг случается ситуация, у нас приходит заморозок, листва опадает, мы ждем недели 2-3. Раньше, опять же, резать не нужно, потому что все равно по лозе еще идет отток питательных веществ вниз. К корням сбрасывается лишняя влага. Поэтому не надо растению мешать, не надо растению вредить. И еще такой момент. Смотрите, в этом году лоза вообще шикарно вызрела. И у нас с этим проблем нет. Но если вот где-то лоза невызревшая и зеленая, если придет заморозок, она станет коричневой. И нам надо будет отличать, а где у нас вызревшая лоза, а где невызревшая, особенно для новичков это сложно. Ну, там щупаем вызревшая, она тепленькая, зелененькая она, точнее, подмерзшая она будет холодная. Да, но это все сложно, особенно когда на улице холодно, особенно когда у вас нет опыта. Так не спешите, 2-3 недели ждем, и тогда то, что было невызревшее подмороженное, оно просто высыхает, и все становится понятно. Еще середина октября, до середины ноября, ну, вообще все нормально у нас будет. И даже если выпадет какой-то легкий снежок, ну, бывает, выпадает, он через 3 дня растаивает. У нас хорошо, если к январю придет зима нормальная, на самом-то деле, поэтому спешить ни с обрезкой, ни с укрытием, ни с посадкой вообще не стоит. Сейчас говорим про посадку. Тоже очень много вопросов, а когда уже будут саженцы, я же не успею посадить, куда вы не успеете. Высаживать саженцы, которые находятся в спящем состоянии, можно пока не замерзнет земля, пока она окончательно не замерзнет. Услышьте, пожалуйста, если у вас легкий приморозок пришел на пару дней, там сверху 3 сантиметра земли промерзла, это не мороз. Даже если у вас выпал снег, это тоже не проблема. Еще раз повторяю, он как выпадет, так и ставит. На самом-то деле. И можно даже, опять же, если земля не замерзла, на глубине там сантиметров 20, хоть под снег можно высаживать. Поэтому торопиться не стоит. Опять же, вот показываю, ни с зелеными листьями, куда их драть. Ну, понимаете, выдрать можно. Как говорится, любой каприз. А вам оно надо? А потом вопрос, а вот что-то там плохо растет и так далее. Потому что не надо растение беспокоить раньше времени. Оно завершает свои процессы. И пусть завершает, не надо ему мешать. Да, вот у нас тут хорошая зрелая лоза. Вот выше крыши для саженца она вызрела. И здесь, и с этой стороны, да, и на многих других. Но где-то еще чуть-чуть дозревает. Да, и вот, вот. У нас еще зеленый лист. Растение завершает свои процессы вегетационные. И мешать ему не нужно. Планируем выкопку примерно к концу октября. Но, опять же, будем смотреть по погоде. Вы поймите, нам самим не хочется копать это в холод. Ну, мы же тоже люди, да, и мы тоже хотим это делать в комфорте. Но наша задача отдавать вам хороший и качественный посадочный материал. И, опять же, для тех, кто боится, что не успеет, не успеет получить саженцы, там уже наступит зима, наступит мороз. Хранить саженцы прекрасно. Можно в подвале до весны высадить весной, когда вам будет удобно. Нет подвала, есть холодильник. В холодильнике неудобно, там не помещается, мало места и так далее. Вообще все просто. Делаем прикоп. Вот сейчас пока еще нет заморозка. Выделили, там, я не знаю, 50 на 50, чуть больше кусочек земли, да, в любой грядке можно. Сверху сейчас накрыли соломой, там, не знаю, ветошью, листьями, травой и так далее, чтобы там земля не замерзла. Потом саженцы получили, это сдвинули, ямку раскопали сантиметров на 30, ну, на сколько у вас земля промерзает в вашем регионе, на 30, на 40. Туда саженцы положили, закопали, сверху накрыли. Только не забываем упаковку снять, на всякий случай, да. То есть полностью снимаем всю пленочную упаковку, саженцы туда, закапываем, ну, помещаем, где вы закопали. Все, весной, опять же, земля оттаяла, откопали, посадили. Все, никакой проблемы нету. И повода для беспокойства тоже. Ну, еще раз напоминаю, что пока растение вот зеленое, да, оно находится в активной стадии, ничего с ним делать не нужно. Примерные сроки обрезки, наверное, это будет ближе к середине ноября. Опять же, смотрим по погоде, да, и по состоянию. Сейчас может там чуть-чуть приморозить или даже не приморозить. Заморозки могут мимо пройти, да, у нас еще будет долго, хорошо и тепло. И, ну, смотрим по состоянию. Примерные сроки, это примерно середина ноября. Опять же, примерно тогда же будем смотреть, когда нам укрывать. В этот же срок, либо коже. То есть мы смотрим на условия и на обстоятельства. Пока что расслабляемся и не спешим. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав на пищу сока на потолок наших сортов виноградов. Ассортимент по черенкам будет позже, ближе к обрезке, когда мы четко будем понимать, да, что и чего мы сможем нарезать. И до новых встреч!